Всем привет, друзья! С вами Механик! Сегодня посмотрим с вами техническую демку игры MyTrack Games. Ссылочку на эту демку оставлю в описании под роликом. Дело в том, что какое-то время назад, где-то полгода, я уже смотрел, но сейчас вроде как новая версия вышла. Посмотрим, куда она продвинулась, что здесь сделали. Итак, самая фишка этой демки в том, что здесь проработана именно физика. Крутая физика игры. Так, запускаем двигун. Блин, звук классный, такой дизельный, прям дизельный грузовичок. Так, давайте попробуем что-то здесь сделать. Вообще... У-у-у! О-у-у-у-у-у-у-у-у! Вот это круто было, кстати. Посмотрите, как плющатся колеса. В этом вся фишка игры. Вы посмотрите, как заднее колесо плющится. Просто нереально. Вот, я сейчас наезжаю. И... Даже сейчас оно как будто провернулось, такое ощущение. У нас крутится кардан. У нас подвеска очень круто отрабатывает все неровности. Просто посмотрите на это. Игра еще не продается. Ну, и это по факту еще и не игра. Это просто техническая демка. Но... Я просто обалдеваю от того, как же она круто сделана. Посмотрите, мы цепляемся вот этой штукой, на которой номер. Сейчас будем раздавать. Сейчас дадим Гарри. Давай, пошел. Пока он, ну, не разгоняется сильно, но вы посмотрите просто, насколько вот он весь такой, как на шарнирах, весь подвижный. Это очень реалистично выглядит. И разработчику, конечно, огромнейший респект за то, что он занимается в одиночку таким проектом. Вот, смотрите. Просто сейчас начинаем поворачивать. И видите, как... Вы видите, как колеса начинают просто подламываться подвесом тяжеленного грузовика. Так, у нас вот там еще что-то. Давайте съездим, посмотрим. Я не знаю, возможно, здесь еще какие-то грузовики припаркованы. Потому что я на превьюхах, на картинках видел и другие грузовики. Может, они тоже где-то здесь есть. Сейчас проедемся, посмотрим. В целом, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, стоит ли вообще вот такая разработка. Нужна она или нет? Потому что сейчас то, что мы видим в Евротрак-симулятор или, например, в Спинтайрос, это, конечно, масштабные крутые игры. Но их физика оставляет желать лучшего. Ну, хотя Спинтайрос сейчас уже немного как бы поднялся на голову. Я имею в виду Сноураннер. Но вот Евротрак, мне кажется, ему вот не хватает чего-то такого. Вот, представляете, если бы в Евротраке были вот такие грузовики, в которых физика реально круто продумана. Давайте, кстати, посмотрим. У меня тут есть инструкция. Сейчас я посмотрю, что там. Может быть, какие-то кнопки есть. Так, Enter, Войти. Едет у нас заглушить двигатель или запустить двигатель. У нас есть торможение двигателем на B. Так, у нас есть коробка передач ручная. Так, это что такое? N. Что делает N? Axe Dump. Что такое? Не знаю, что такое Q. Какие-то камни можно спаунить. И перезапустить грузовик. Так. Ну-ка, я сейчас вылезу из тачки и посмотрим, что за камни-то можно. Нет, странно. Здесь почему-то не работает. Хотя написано, что на Y должны какие-то камни спауниться. Но почему-то нет такого. Не знаю. Возможно, кстати, это в другом грузовике. То есть, именно в этом, видимо, нету никаких камней. Так. Заднюю передачу нам надо включить. А как включить заднюю передачу? О! Включилась задняя передача. То есть, переключаются передачи. Не только вперед она может ехать. Но и назад. Это шикарно. Поехали дальше. Посмотрим. Не знаю, есть ли здесь повреждения или нет. Сейчас тоже посмотрим это. Но вот то, что он весь такой вот... Даже не то, что как на шарнирах. Но вот он выглядит реалистично. Прямо как... Как и должна выглядеть машина. Именно поведение машины. Именно подвески. Может быть... Чуть... Чуть желеобразный он какой-то. Но... Но в целом это гораздо интереснее того же Евротрака. У которого просто картонная машина едет по картонной дороге. И ничего не происходит. Здесь... Хотя бы вот... По грунтовке, когда летишь... То машина ведет себя... Правдоподобно. Посмотрите. Она как будто имеет вес. Вот это... Вот это мне нравится. Это реально круто. Смотрите. Ее даже заносит. По пустыне летим. Ее заносит. Я никогда сюда не ездил. И по-моему в той демке, которую я первый раз смотрел. Где-то полгода назад. Тут вообще ничего такого не было. Давайте прокатимся. Посмотрим, что там есть. Но сразу скажу, что машину... Немного заносит. Кидает по такой дороге, когда она едет. И это правдоподобно. Потому что... Ну я думаю, что так и должно быть. Груженый... Полный все груженый грузовик. Наверняка он немного как-то вот так не очень стабильно едет. Просто посмотрите, как она скачет. Насколько же круто отрабатывает подвеска. Так. О! Можем замедлить время еще вдобавок. Чтобы посмотреть просто, как это все дело работает. Практически BM&G Drive. И уровень графики не стоит, как бы... На второй план откладывать. Потому что графика достаточно приятная. То есть машина приятно выглядит. Небо, земля. Все приятно выглядит. И при этом, при всем... Эту игру разрабатывает просто один человек. Ну, пока техническая демка. Но я думаю, что когда-нибудь станет полноценной игрой. И вот тогда, я думаю, что это может создать серьезную конкуренцию тому же Евротраку. Ну, если здесь еще онлайн, конечно, будет. Потому что я так думаю, что Евротрак держится в основном из-за онлайна. Потому что если бы не было онлайна, то в ETS бы мало кто играл. Но вот онлайн все-таки держит ее. Если это будет игра по типу Евротрака, но вот с такой физикой и с онлайном, это будет вообще пипец. Это просто будет разрыв рынка сразу. Как-то так это все дело выглядит. Я не знаю, куда мы вообще с вами приедем. Такое ощущение, что просто куда-то в бесконечность едем. Мы не поворачиваем ничего. То есть просто прямо я еду и еду. И ничего не происходит. Но дорога становится все хуже и хуже. Посмотрите просто, как колеса отрабатывают это все. Так, я сейчас... Вы слышали, да, как торможение работает? Колеса сначала заблокировались, потом подотпустились, потом опять заблокировались. Ну, это просто шикарно. Ну, реально. Пока, к сожалению, ни в одной игре подобной физики именно на постоянку мы не можем с вами наблюдать. Пока нас немного как бы не радует физика в играх. А вот это прям... Ну, классно. Ну, согласитесь, классно. Короче, если хотите попробовать, ссылочка в описании. Если понравилось, ставьте лайк и напишите в комментариях, что вы вообще об этом думаете. Ну и всем пока.